МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости дня в студии Диана Васина. Здравствуйте. Информационные итоги вторника, 14 ноября. В ближайшие 20 минут на Новгородском областном телевидении. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В возрождении традиции наставничества. 13 новгородских подростков познакомились со старшими товарищами, которые в течение полугода помогут им в поиске жизненного пути. Батарейки на нуле. Новгородцы обеспокоены отсутствием пунктов утилизации элементов питания. Их поддерживают ученые, а бизнес готов решить аккумуляторную проблему. Завершение больших гастролей. Кемеровские артисты отправляются домой. Новгородская труппа уже вернулась, покорив сибирскую публику. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжается спецоперация по доставке в Белоруссию шлюза для строящейся атомной электростанции. Автопоезд с многотонным грузом сегодня преодолел Старую Руссу. А всю минувшую ночь длинномер переправляли через ненадежный мост на подъезде к райцентру. За уникальным маневром, практически в режиме реального времени, следили наши коллеги из газеты Старая Русса. Практически весь день груз не без препятствий преодолевал тесные провинциальные проезды. Сотрудники газеты Старая Русса даже вели прямую трансляцию в соцсети, застав машину на подходе к одному из сложных участков. Руководитель транспортной операции на ходу давал комментарии журналистам. Поврежденное асфальтное покрытие, ложили асфальтную крошку и так далее, работали всю ночь. Я просто еще не видел, что там сделали. После этого поворота следуем на эту улицу авиадук. И сегодня мы должны пройти всю Старую Руссу и с Божьей помощью пройти линию 330 килоу. Такая задача на сегодня. А наши читатели интересуются, как пройдет по улице Бетховена транспорт? По улице Бетховена пройдет ровно, без происшествий, со скоростью 3,5-5,5 км в час. Все штатно. К слову, виадук, который вызывал опасения Рушан, тяжеловес преодолел достаточно легко, несмотря даже на то, что его масса в 10 раз больше ограничения установленного в виде знака на въезде на путепровод. В самом райцентре процессия, конечно, вызвала ажиотаж. Причем людей интересуют не столько, когда прекратятся трудности, связанные с передвижением махины по городу, сколько технические моменты. Захватывающее зрелище собрало толпу зевак, а также стоило местным жителям нескольких часов без света и выхода в интернет. Добавим также, что сегодня были отменены несколько автобусных рейсов от Великого Новгорода до Старой Руссы. Кроме того, минувшей ночью автопоезд на 10 часов парализовал подъезд к райцентру со стороны Шимска. Как подсчитали инженеры, находящийся на пути следования тягача автомобильный мост через реку Перехода не рассчитан на провоз через него грузов 220 тонн. Строителям пришлось его усилить, установить на переправе специальные конструкции, которые позволяют распределить нагрузку. Установка, а потом и демонтаж длились до утра. Скопились пробки в обе стороны. Впрочем, по словам руководителя работ Виктора Ешкова, в Новгородской области это единственная переправа, через которую понадобится строить аналогичные модульные системы. Энергетики и транспортники продолжат сопровождение грузов вплоть до границы с Псковской областью. А дальше до белорусской границы эту задачу будут исполнять местные специалисты. Наталья Савицкая. Новости. Новгородское областное телевидение. Другим темам в Великом Новгороде сегодня стартовал проект «Наставники не рядом, а вместе». 13 представителей власти и общественности взяли под опеку столько же подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. О том, как прошла их первая встреча, расскажет Алена Сувтина. Звонок от специалиста Центра социальной поддержки, раздавшийся в квартире семьи Егора две недели назад, поставил подростков в тупик. О проекте «Не рядом, а вместе» он никогда не слышал. В чем его суть, тоже не понимал. Однако решил, что общение с успешными людьми еще никому не вредило и согласился стать подопечным губернатора области. Ты вообще когда-нибудь с ним встречался? Нет. Следишь за ним в новостях, может быть? Нет. Ну вот, недавно только читал биографию. В биографии наставника Егора больше всего поразило, что родился Андрей Никитин в Москве, а жил в Челябинской области. Новгородец, напротив, мечтает поступить в Санкт-Петербургский вуз. С профессией тоже определился, но совет человека с успешной карьерой выпускнику просто необходим. Хотел стать программистом, но даже не знаю. Мне сказали, что такая профессия вскоре может угаснуть, потому что больше будет нечего писать, программировать. Все будет уже выложено в интернете. Самым ярким впечатлением последних лет для школьника стала экскурсия на завод «Квант». Производство произвело на мальчишку неизгладимое впечатление. Чего он ждет от экскурсии по коридорам власти? Ты когда-нибудь до этого был в здании правительства? Нет, ни разу. Хотелось бы побывать? Конечно. Пройтись по коридорам? Да. Ну, пойдем? Хорошо. Вот, получается, кабинет твоего наставника, да? Кабинет губернатора. Когда-нибудь хотелось бы, чтобы на этой табличке была твоя фамилия? Ну, нет. Не хочу такой ответственности. В этот кабинет Егор еще вернется, уже с Андреем Никитиным. А пока общее собрание. Таких детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стоящих на пороге выбора дальнейшего пути, 13. Столько же и наставников. Среди них вице-губернатор Ольга Колотилова, председатель областной думы Елена Писарева, руководитель департаментов, детский обмундсмен Елена Филинкова. Институт наставничества когда-то был представлен нашей стране широко. Были наставники и на производстве, и в образовании. Потом это ушло немножко. Сегодня президент у нас снова говорит о том, что проект наставники нужен, и президентам этот проект поддержан. Ну и я обращаюсь к своим коллегам по работе. У нас есть с вами уникальная возможность внести личный вклад в эту работу. Может быть нам удастся кому-то из ребят помочь. Таких встреч с наставниками у ребят будет шесть. По одной в месяц. Сегодня знакомство. Две минуты на главные вопросы. После блиц-опрос для зала. Нравится ездить верхом на мотоциклах. Чуть позже экскурсия по кабинету главы региона. Книги и картины, в которых история Великого Новгорода. Как Новгород выглядело у нас в мунике, то есть как они его представляли. Тоже был такой большой вырост, как с ответом все. Уже за чашкой чая более детальный разговор о современных технологиях, программировании и цифровой экономике. На этом наших героев и оставим. Их следующая встреча состоится 1 декабря. Алена Савтина, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. На портале Вечевой колокол была размещена просьба о создании в Новгородской области пунктов сбора использованных батареек для их дальнейшей цивилизованной утилизации. Инициатива в считанные дни набрала 500 подписей. Наш специальный корреспондент Юлия Бабич выяснила, почему сбором отработанных аккумуляторов перестали заниматься волонтеры и по какой причине элементы питания смертельно опасно употреблять в пищу. Я специально сюда пришла. Вам повезло. Эта новгородка застала нас врасплох, бодро выбросив батарейки в контейнер. Она не знала, что волонтер его привезла уже не для сбора, а в качестве реквизита для записи интервью. Останавливать женщину Любовь Малышева, правда, не стала. Вместе с остальными аккумуляторами эта порция теперь будет храниться в пластиковой бутылке в специальном помещении и ждать своего часа. Мы искали свои возможности, привлекали волонтеров, чтобы отвезти эти батарейки. В любом случае они попадали в Челябинск на единственный на данный момент в России завод по переработке батареек. Везли туда груз волонтеры, как правило, самостоятельно. За 4,5 года именно столько просуществовал сбор, на перерабатывающее предприятие отправилось порядка 10 тонн использованных в Новгородской области аккумуляторов. Но с 1 января прошлого года сборы и транспортировка батареек требуют лицензирования. То есть теперь то, что делали неравнодушные новгородцы, просто незаконно. Вот эта маленькая пальчиковая батарейка закрезнит тяжелыми металлами 20 квадратных метров или 400 литров воды. А вот такой увесистый пакет отравит уже больше тысячи квадратов. Сейчас, как и многие новгородцы, я могу беспрепятственно выбросить этот пакет. Меня никто не накажет и не схватит за руку. Но делать этого не буду. А если, к примеру, волонтеры продолжат свою деятельность по сбору и транспортировке батареек, то им грозит штраф до 50 тысяч рублей. И касаются такие последствия не только их. Лицензия на сбор и транспортировку батареек требуется и любому бизнесу. Именно поэтому пока на некоторых заправках в регионе экобоксы поставить хотят, но не могут. Мы вышли с инициативой по поводу проведения экологической акции на сбор батареек от населения. Мы имеем большой опыт в проведении этого мероприятия. Уже два года в Санкт-Петербурге на наших автозаправочных станциях происходит сбор отработанных батареек от населения. Поэтому мы хотели все свои опыты и знания применить в Новгороде. Чтобы опыт Петербурга переняла наша область, сейчас идут переговоры, в которых участвуют также городские власти и контролирующие органы. А ученые в этой ситуации снова спешат акцентировать внимание на важности вопроса цивилизованного сбора отходов второго класса опасности. Именно к такому относятся батарейки. Чем опасно просто так взять и выбросить батарейку на улицу? Батарейки, они содержат в себе очень большое количество тяжелых металлов. В их числе и ртуть, и кадми, и свинец, и цинк, и медь. И все они токсичны не только для окружающей среды, но и для нас с вами. Потому что попадая в окружающую среду, они потом по пищевым цепям попадают в наши продукты питания, и мы будем с вами есть. Такой рацион провоцирует онкологические заболевания, поясняет Ирина Кузьмина. Тяжелые металлы в организме накапливаются и не выводятся. Поэтому делаем выводы, прежде чем просто выбросить использованный аккумулятор в обыкновенный мусорный бак. И ждем открытия новых пунктов сбора батареек. Юлия Бабич, Сергей Корнев, новости Новгородское областное телевидение. Неожиданное продолжение получила история, недавно рассказанная в нашем эфире. Комментарий налоговой службы по поводу появления в собственности пенсионерки здания Боровической школы вызвало общественный резонанс. И проявил необходимость высказывания на этот счет специалистов Росреестра. В праве ответного слова отказать мы им не могли. Пару недель назад пенсионерка из Новгорода получила налоговое уведомление, в котором в ее собственности, кроме квартиры, оказалась Боровическая школа. За образовательное учреждение Натальи Новосядловой предложили заплатить налог в 44 тысячи рублей. Специалисты Росреестра уверяют, в самом государственном реестре недвижимости такая ошибка невозможна в принципе. Регистраторы говорят, что их цель – не снять с себя ответственность или найти виновных в нашумевшей истории. Задача – проинформировать собственников недвижимости. Хотелось бы все-таки еще разочек успокоить всех наших собственников недвижимого имущества и еще раз напомнить о том, что все записи Единого государственного реестра недвижимости, они хранятся в электронной базе данных. Благодаря многократному резервному копированию и достаточно высокой степени безопасности, все записи Единого государственного реестра недвижимости надежно защищены. И единственным доказательством существования права собственности является как раз запись в Едином государственном реестре недвижимости, которую можно изменить только лишь по заявлению самого правообладателя. Исключение составляют судебные акты, но и в этом случае правообладатель будет уведомлен о происходящем. Так что приписать в собственность объект недвижимости или наоборот отдать его другому без ведома гражданина невозможно. Но если вдруг в налоговых документах возникает лишняя строчка, регистраторы советуют сохранять самообладание. Здесь не стоит паниковать, не стоит беспокоиться. Прежде всего есть необходимость получить информацию, удостовериться, что на самом деле информация в Едином государственном реестре недвижимости, она достоверная. Сделать это можно на сайте Росреестра по кадастровому номеру или в личном кабинете правообладателя. В офлайне получить сведения из ЕГРН можно, обратившись в офис МФЦ или позвонив по телефону. Если же все-таки какие-то выявлены разночтения, остаются какие-то сомнения, можно обратиться к нашим специалистам в управление Росреестра, к сотрудникам за квалифицированной помощью по телефону 943 051. В случае Боровическая школа с помощью онлайн-сервисов Росреестра легко подтвердить, учреждение собственника не меняло. Им владеет муниципалитет. Строить догадки о том, почему же этот объект попал в налоговое уведомление пенсионерки, мы не будем. И поставим точку в этой истории. Ольга Ионова, Сава Ушаков, Новости, Новгородское областное телевидение. Уже завтра в Великом Новгороде начнется монтаж праздничного новогоднего освещения. А накануне журналистам в красках рассказали о том, как будет выглядеть областной центр на пороге смены лет. Украшать улицы города к зимним праздникам – добрая традиция еще из 60-х. Конкурсу на лучшее новогоднее оформление уже более полувека. В этом году, как всегда, будут наряжены центральные улицы города, мост Александра Невского, а на Софийской площади поставят главную елку. Все же конкурсная основа всего действа остается. К новому 2018 году мэрия совместно с крупными предпринимателями планирует увеличить количество нарядных улиц. Вместе с тем увеличится и разнообразие номинаций конкурса. В этом году одно из изюминок конкурса – это то, что мы решили расширить количество номинаций, перейти от конкурса украшения предприятий торговли и общественного питания, то есть это городские витрины, мы решили, что и промышленные предприятия, и учреждения культуры, школы, садики и другие предприятия, организации тоже имеют возможность принять участие в конкурсе на украшение города. Оценивать зимнюю красоту будут представители мэрии, общественные деятели и простые граждане. Голосовать можно будет на сайте администрации Великого Новгорода. Оценка будет производиться по трем критериям. Значит, это входная группа, декоративно-художественное оформление входной группы. Оценка будет даваться по интерьеру внутреннему оформленному. И также оценка будет даваться за использование инноваций. На уличные новгородские украшения пойдет часть средств из городской казны, однако цифры пока не называют. Известно лишь, что увеличение бюджетного финансирования в этом году не предвидится. А конкурс – это повод вовлечь в создание праздничной атмосферы бизнесменов. Кстати, 15 декабря гирлянды и главную городскую елку обещают включить. В этом году активно планируют украшать главные улицы в спальных районах, так что город наш в зимнюю пору обещает быть ярким. Теперь надеемся на понимание со стороны матушки природы. Белый пушистый снег стал бы изюминкой новогоднего антуража, хоть и вне конкурса. Кемеровский театр сегодня дал последний спектакль в рамках своих больших гастролей. Великий Новгород, а труппа нашего, академического, на днях вернулась из Морозной Сибири, где они в рамках этого же федерального проекта отыграли несколько своих постановок. О впечатлениях артистов в сюжете Вероники Ребедевой. На новгородской сцене артисты из Кемеровского театра появились в воскресенье и уже дали три спектакля. Детский «Маша и Медведь», записки из «Мертвого дома» по Достоевскому и комедию «Шикарная свадьба». Постановки с сибирским акцентом наши зрители приняли на ура. Мне кажется, что жители вашего города, они такие, может быть, смотря на погоду, они хотят повеселиться, потому что мы трое суток здесь и все так немножко под дождем, под серым небом, а хочется солнца. И у них такие вот солнечные реакции, очень яркие, очень живые, добрые. Гостям из Сибири пришлось преодолеть 4000 километров. Такое же путешествие за плечами и у наших артистов. Новгородцы выступили на кемеровских подмостках. Впечатлений масса. Руководители театра, они подошли и сказали, что у нас замечательная труппа. Сказали, перечислили даже вот несколько там параметров, по которым мы просто их удивили даже. И все это благодаря проекту «Большие гастроли». Уже несколько лет в его рамках регионы посещают известные столичные артисты. А теперь по этой программе у театров из разных уголков страны появилась возможность ездить друг к другу в гости. Своими силами, я думаю, театры не смогли бы организовать поездку в расстоянии где-то 4500 километров. Это все-таки затратная часть, очень большая. Ну, я думаю, что все только начинается. А сегодня Кемеровский театр прощается с новгородцами и дает последний спектакль по пьесе Александра Островского «Доходное место». Это история амбициозного и честного молодого чиновника, который подвергается давлению со стороны семьи и общества. Вероника Лебедева, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Номера 13 солистов и 9 вокальных ансамблей сегодня составили программу гала-концерта городского молодежного конкурса патриотической песни, который прошел в центре «Диалог». Кристина Белян познакомилась с репертуаром и пообщалась с юными голосистыми патриотами. «Верните память», «Верните сами», «Я пойду все, все сами». Автор этих строк – официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Песню «Верните память» дипломат посвятила российским участникам военных событий в Сирии. Такое произведение выбрала на конкурс патриотической песни «Они Голстян». Девушка воспринимает куплеты шире, чем память о бойцах локальных конфликтов. О людях, о том, что нужно ценить тех, кто ушел, и помнить всегда, что они отдали за нас жизнь. Подруга Ани, но сегодня соперница по сцене, исполнила песню армянского автора Сивака Ханагяна, участника популярного шоу талантов. Он пел скорее о войне, о военных действиях, которые происходили в Армении, поскольку он из Армении. Но мне кажется, что эта песня обо всем, о любом ожидании, о любых военных действиях. Звучали на сцене строки не только о военном прошлом и настоящем России. Белокаменные церкви, бескрайние просторы, васильковые поля и тонкие березки. Все то, за что мы привыкли любить Родину и воспевать в стихах и песнях. Конкурс в этом году юбилейный. За звание лучших боролись около 40 человек. У нас ребята по трем номинациям оцениваются. Это солисты, вокальные ансамбли и авторы-исполнители, которые сами написали песни о Великом Новгороде. Победители будут участвовать в областном фестивале патриотической песни России и поедут в Архангельск. В феврале там пройдет еще один фестиваль творческой молодежи городов воинской славы. Кристина Абелян, Андрей Константинов, Новости, Новгородское областное телевидение. Это все на сегодня. Интересной информацией вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-3003. Впереди реклама и прогноз погоды, а я прощаюсь и желаю вам хорошего вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова